Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Рад выступать на данной площадке. Мой доклад на тему лучевая терапия, локализованного рака, органов головы и шеи. В нем мы пытаемся коснуться основных методов повышения эффективности и снижения токсичности лечения. Лучевая терапия в последние десятилетия совершила серьезный прорыв сначала от перехода от двухмерных технологий к конформной дистанционной лучевой терапии, от конформной лучевой терапии к более современным ее опциям. На сегодняшний день в плане лучевой терапии головы и шеи у нас есть возможность захвата всех потенциальных зон метастазирования с предписанием к ним необходимой суммарной дозы с учетом толерантности здоровых тканей. Сегодняшние планы лечения – это, как правило, сразу несколько объемов с неравномерным облучением общей мишени. И в результате данной дозной оптимизации мы можем действительно снижать, порой в разы снижать, дозы на слюны и железы, на кости, что позволяет снижать вероятность развития серьезных поздних лучевых осложнений. Вот одно из исследований как раз по переходу от трехмерной конформной терапии к МРТ. На данном слайде видно, что переход к более современным методикам позволяет на четверть снизить частоту выраженности, частоту встречаемости мукозитов третьей-четвертой степени ранних. Еще более серьезные результаты при сравнении ранней ксеростомии второй степени выше, клинически значимой, которая потенциально может переходить в позднюю ксеростомию, уже требующую пожизненной лекарственной поддержки. Посмотрите на крайний правый график по оценке дисфагии и риску сохранения данной дисфагии уже после окончания курса лучевой терапии. Через два года число пациентов, составшись дисфагией в группе конформного облучения, оно ровно в два раза выше. Похожие исследования по сравнению методик конформной терапии и МРТ и то же самое. Число клинически значимых дисфагий, ксеростомий и мукозитов при применении АМРТ, оно снижается в полтора, а то и в два раза. И посмотрите на табличку справа по рискам развития ксеростомии второй степени и выше, уже поздней. Это ксеростомия, которая развивается через… Оценка ксеростомии проводилась спустя 90 дней после окончания курса лучевой терапии. Каждый пятый пациент имеет остаточную ксеростомию второй степени. По сути, это потенциальная хроническая ксеростомия, которая требует пожизненного назначения препаратов искусственной слюны, с которыми сейчас существуют большие проблемы в доставке в Россию. Либо же эти пациенты ходят с бутылкой с водой и постоянно орошают полость рта, что доставляет большие неудобства. Проводилось уже не одно исследование с привлечением специалистов в области радиотерапии по оконтуриванию, которые показывают, что даже эксперты оконтуривают мишени по-разному, причем разница может быть на порядке. И разработка современных клинических рекомендаций, методических пособий – это настоящая необходимость. И очень радует, что в настоящий момент в России появляются русскоязычные рекомендации, в программу конференции все чаще включаются секции по дистанционной лучевой терапии, мастер-классы и школы по оконтуриванию. Также большой прорыв произошел в диагностической медицине, что позволило нам более точно формировать объемы облучения. Всего лишь пару десятилетий назад основным методом визуализации опухоли и установки теста, где был общий осмотр места расположения опухоли. Основным способом установки анстадии – это была пальпация лимфоузлов шеи, что является на сегодняшний момент однозначно недостаточным. Но и в связи с этим незнанием облучению всегда подвергались вне зависимости от степени распространенности все лимфоколлекторы, которые можно было захватить. Облучение первичного очага в подавляющем большинстве случаев было ограничено какими-то серьезными органами риска, превышение нагрузку на которых было невозможно провести, так как это привело бы к тяжелой инвалидизации пациента. Сейчас мы обладаем серьезным диагностическим пулом. Особую роль играют такие методы, как магниторезонансная томография, позитронно-эмиссионная томография с КТ, с фторглюкозой. Совмещение изображений с данными разметки позволяет четко формировать мишень, но при этом встает вопрос, имея данные по вероятности метастазирования по группам лимфоузлов шеи, имея такой объем диагностических данных, действительно ли нам нужно во всех случаях облучать все зоны лимфотока, особенно когда речь идет при локализованных формах рака головы шеи. И ответ – нет, далеко не всегда это нужно делать. Посмотрите, в 2013 году впервые вышла работа по селективному облучению лимфоузлов шеи, это группа низкого риска, и в 2019 году вышел апдейт этой статьи. Так, например, при раке верхней челюсти без вовлеченных лимфоузлов необходимо включение только лимфоузлов первой, третьей группы, ну, с включением специфических лимфоузлов, расположенных в проекции самой верхней челюсти, тогда как при, ну, относительно более злокачественных формах, при недифференцированном раке носоглотке необходимо включение, по сути, всех групп лимфоотока, с включением ретрофарингеальной зоны. Наука, как и медицина, развиваются циклично, и буквально пару десятилетий назад стандартом профилактического облучения было подведение суммарной дозы на все зоны лимфоотока в 40 грей. И с повышением конформности облучения, с повышением его безопасности доза все росла. Сначала до 46-48 грей, сейчас она составляет 50-54 грея. И вот одно из современных исследований с применением уже современной лучевой терапии, но с деэскалацией дозы на зоны низкого риска с участием более 200 пациентов. В результате были получены данные, что вероятность рецидива в ПТВ-40 составила 3,9%, при том, что по данным крупных мировых исследований в данной зоне при облучении ее до 50 грей, данный риск рецидива составляет от 2 до 11%, а полученные данные полностью укладываются в вилку. Соответственно, деэскалация суммарной дозы на зону низкого риска не приводит к повышению риска регионарного рецидива, но при этом происходит снижение вероятности развития ксеростомий и дисфагии второй степени и выше. И несмотря на то, что данное исследование было проведено в основном на когорте больных с местно распространенными формами рака головы и шеи, напрашиваются похожие исследования в отношении локализованных форм. Ведь в данном случае вот это вот самое ПТВ низкого риска может составлять до 70% от общего объема ПТВ. Также при облучении локализованного рака, в данном случае рака гортания, может вставать вопрос о возможной деэскалации дозы на весь здоровый орган. Ведь, например, в случае рака гортания Т1-Т2 сама опухоль не очень большая, она, как правило, занимает одну голосовую складку, голосовую складку и комиссуру. Но по стандартам мы облучаем весь здоровый орган. И здесь вот проведено исследование. 38 человек получили стандартную бокс-терапию с двух встречных полей. Облучалась вся гортань до радикальной дозы. И вторая группа – это было облучение с последовательным или симультанным бустом, конформной терапией или с применением методик модулированной по интенсивности лучевой терапии со снижением дозы, по сути, на здоровую гортань до 55,2 грей. Получены данные по лучшему локальному контролю с применением современных методов лучевой терапии. По всей видимости, это связано с неточностью позиционирования пациента во время лечения, отсутствие чётких систем визуализации в первой, по сути, контрольной группе. Также предикторами рецидива была повышенная Т-стадия. Мы знаем, что лучевая терапия в самостоятельном варианте Т1А, Т1Б опухолей горта не даёт действительно хорошие результаты, тогда как локорегионарный контроль пятилетней Т2 опухолей составляет от 50 до 80% по разным литературным данным. Ну и курение в анамнезе. Причём эффект от курения сохраняется в течение 10 лет с момента от отказа от сигарет. Также может вставать вопрос при лучевой терапии локализованных форм рака головы и шеи, что совсем недавно обсуждалось, в каких случаях мы можем совсем отказаться от облучения контрлатеральной стороны. Это особенно актуально для рака орофарингеальной зоны. Вот результаты метаанализа с включением более 1000 пациентов, о котором проводилось облучение первичного очага и лимфоузлов на стороне поражения. Мы видим, что относительный риск контрлатерального рецидива, он невысок, но значительное повышение риска возникает с повышением, как я уже говорил, Т-стадии заболевания и повышение риска при вовлечённости срединной линии. Соответственно, в каких случаях мы можем отказаться от облучения контрлатеральной стороны? В тех случаях, когда мы уверены в степени распространённости опухоли, которая соответствует Т1, Т2, когда у нас нет вовлечённых лимфоузлов, эта опухоль должна располагаться максимально алтерально от срединной линии, как пример, например, этой опухоли Дисны, ретро-малярной области и миндаликовой ямки, правда, уже под большим вопросом. Данное исследование также уже упоминалось. Не только при помощи изменения объёма лучевой терапии мы можем влиять на его токсичность, переносимость и эффективность. У нас в руках существует ещё другой мощный инструмент. Это альтернативные режимы фракционирования. Это, наверное, наиболее серьёзный крупный метаанализ по изучению альтернативных режимов с включением 6,5 тысяч пациентов. И установлено, что действительно существует некоторая выгода от альтернативных режимов дистанционной лучевой терапии. Она составляет около 6,5%. Но при этом не нужно забывать про результаты других крупных метаисследований по изучению эффективности лучевой и химиолучевой терапии. Мы знаем, что добавление в схему лечения радиосенсибилизирующей химиотерапии нивелирует эффект от альтернативных режимов. Однако в случае с локализованным раком головы и шеи мы, как правило, проводим самостоятельный курс дистанционной лучевой терапии. И эта группа сама напрашивается к применению нетрадиционных режимов в качестве какой-то рутинной клинической практики. При этом уровень локорегионарного контроля оказался лучше в группе гиперфракционирования, что вполне очевидно, потому что опухоль рано реагирующая. Однако применение режимов гиперфракционирования на сегодняшний день довольно затруднительно, ввиду увеличения нагрузки на медицинский персонал и на аппараты, по сути, в 2 и более раза. Ну и следующий факт, который серьезно относится к лечению локализованного рака головы и шеи. Измененные режимы фракционирования оказывают больше эффекта на первичную опухоль, чем на пораженные лимфатические узлы. Это значит, что нам действительно нужно пересматривать те подходы по фракционированию, которые сейчас сложились. Еще одно исследование по применению ускоренных режимов фракционирования. Остановимся здесь только на одном – оценке риска локального рецидива и анализе этих рецидивов. Рецидивы произошли у 9% пациентов, это 7 пациентов. Показано, что у двух пациентов из 7 при ретроспективном анализе планов значительно страдало покрытие ПТВ. У одного пациента оно составило около 90%, у второго пациента около 85%, что, по сути, неприемлемо. В двух случаях из 7 планы лучевой терапии содержали какие-то серьезные ошибки и были неанализируемы. Посмотрите на риск остеорадионекроза. Он развился в трех случаях. И в двух из трех случаях были выявлены превышения точек максимума на кость свыше 70 игры. Это может говорить, что на вероятности рецидивов, вероятности поздних лучевых осложнений больше влияют не игры с фракционированием, а соблюдение стандартов и общих принципов проведения лучевого лечения. А исследования с уже более агрессивными режимами фракционирования, с применением разовых доз от 2,3 до 2,5 грей. И посмотрите, в первом столбце эквивалентная доза отличается между первой и третьей группой практически на 10 грей. Однако статистически значимых различий в показателях поздней токсичности лечения получено не было. Как не было получено и различий в показателях локорегионарного контроля. И учитывая, что в данном исследовании лечения проходили пациенты с ранними формами рака головы и шеи, можно сказать, что вот те дозы, которые на сегодняшний день предписаны национальными медицинскими рекомендациями, они являются достаточными. И дальнейшая эскалация дозы не приводит к повышению эффекта. Еще можно сказать, что ряд исследований говорит, что пациенты с условно благоприятным прогнозом, если вообще такое можно говорить про плоскоклеточный рак, в данных случаях возможна некоторая эскалация дозы до 64-66 грей, но это какие-то отдельные исследования. Наш центр также обладает опытом применения нетрадиционных режимов фракционирования в лечении локализованного рака головы и шеи. Нами пролечено 56 пациентов в режиме гиперфракционирования с дроблением разовой дневной дозы и 23 пациента в режиме ускоренного фракционирования с разовой очаговой дозой 2,4 грей до эквивалента 66 грей, в переводе на 2 грея. Получены данные по большему количеству полных ответов опухоли на лечение в группах нетрадиционного фракционирования. При этом ранняя токсичность осталась на приемлемом уровне, и при сравнении показателей общей и безрецидивной выживаемости нетрадиционные режимы фракционирования показали также лучшие результаты. Спасибо за внимание. Аплодисменты Поскольку у нас вся сессия сегодня получилась посвященная опухолям головы и шеи, то я, пожалуйста, какие будут вопросы, поскольку... Да, пожалуйста. Спасибо за интересный доклад. Я хотел вас спросить, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к исследованию ИЛАН-РТ, которое показало, что при сокращении, при попытке сокращения объемов профилактического облучения процент региональных рецидивов в метастазах увеличился с 6 до 38. Спасибо. Я не знаком с этим исследованием, а в каких зонах были рецидивы? Вне облученных. Но вот сейчас я могу только ссылаться на статью из «Зеленого журнала» с рекомендациями по включению и исключению определенной группы. Там проведена серьезная работа. Если придерживаться этих рекомендаций, я думаю, проблема с региональными рецидивами, таких, как вы описали, что в 4 и более раз не будет. Скажите, пожалуйста, а вот эти 2,4 ГРЭИ, 2,5, вы за один раз в день подводили? То есть это не было дневного дровления? Мы подводили... Нет, 2,5 ГРЭИ мы не подводили. Мы подводили разовую очаговую дозу 2,4 ГРЭИ до эквивалента 60. Ну, один раз в день. Да. Перерывов были или более частые перерывы в лечении в этой группе? При детальном анализе... Дело в том, что у нас группа разрозненная. Есть пациенты, которые проходили 2D-терапию, есть пациенты, которые получали конформную терапию, терапию с модуляцией интенсивности. Тут скорее влияние оказывал метод лучевой терапии. В группах 2D-терапии конвенциональной количество перерывов было приличным. То есть там количество перерывов в районе 30%. Но у пациентов, которые получали конформную терапию, лучевую терапию с модуляцией интенсивности, процент перерывов составляет около 10%. Спасибо. 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 Спасибо.